Минувшая неделя принесла нам несколько знаковых новостей. Петербуржец Роберт Шварцман продолжает раскрывать свой талант в мировом автоспорте. Воспитанник программы SMP Racing и действующий чемпион Формулы 3 выиграл первую гонку Формулы 2 всего лишь на втором этапе своего дебютного сезона в чемпионате с жесточайшей конкуренцией. Российский авторынок подсчитал свои потери от коронавируса. Продажи за полгода едва ли не худшие в истории. Форд выращивает новый суббренд Бронко и парой выкатил одноименный ностальгический внедорожник и кроссовер Бронко Спорт, которые заставили нас пожалеть об уходе марки с российского рынка. Ниссан представил серийную электрическую Арию, которая когда-нибудь приедет и в Россию. А марка Черри готовит для нас новый паркетник TIGA 7 Pro. В минувшие выходные гонки мировых формул снова прошли на Red Bull ринге в Шпильберге. Только если прошлый этап Формулы 1 традиционно назывался Гран-при Австрии, то второй прошел как Гран-при Штирии. Если не считать очередного столкновения двух гонщиков Феррари, в гонке было мало интриги и верхние места подиума вновь заняли пилоты Мерседеса, а единственный россиянин Даниил Квятс закончил гонку десятым. Зато в младшей Формуле 2 исход борьбы непредсказуем. Дебютант чемпионата, пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман одержал свою первую победу уже в третьей гонке сезона. Из-за сильного дождя субботний заезд начинался с машиной безопасности, но в условиях плохой видимости Шварцман обгонял одного соперника за другим. Еще один россиянин Никита Мазепин финишировал 14-м, а Артем Маркелов вылетел с трассы еще на прогревочном круге. Итого в Австрии Роберт Шварцман набрал 48 очков и лидирует в чемпионате. В Формуле 3 Александр Смолер провел две трудные гонки. В субботу в пелене дождя пилот SMP Racing поскользнулся на поребрике и столкнулся с ограждением. Передняя подвеска сломалась и гонку пришлось завершить. В воскресенье Смолер стартовал с 30-го места и отыграл 9 позиций. В общем зачете Александр занимает теперь 12-е место. Российский автомобильный рынок неплохо начал год. Однако закрытие автосалонов в марте и апреле привело к двукратному падению продаж. Восстановление началось в мае, а в июне рынок едва не поднялся к прошлогодним показателям. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первый летний месяц россияне забрали у дилеров 123 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 15% меньше, чем годом ранее. Но итог шести месяцев провальные 636 тысяч. То есть продажи рухнули на четверть. И это худший полугодовой результат за всю историю современной России. Нарастить сбыт удалось только избранным. У Чаняня четырехкратный рост, у Хавейла двукратный, а марка Фау прибавила 50%. Однако эти бравые показатели выросли из неважных результатов прошлого года. Также общий кризис не затронул Джи Ли, Черри, Сузуки, Кадиллак и Исузу. В тройке лидеров никаких перемен. Это Лада Гранта, Лада Веста и Киа Рио. По прогнозам АЭБ по итогам 2020 года рынок просядет на те же 24-25%. То есть не дотянет даже до полутора миллионов проданных машин. И это, если Россию минует вторая волна пандемии, а государство сохранит субсидии. На пикирующем рынке в топ-25 самых популярных моделей вернулась Нива. Напомним, что эта модель родилась в 1998 году как ВАЗ-2123. Первую товарную партию машин в 2000 и 2001 годах собрали под маркой Лада. А в 2002 заработало совместное предприятие GM АвтоВАЗ, которое и завладело правами на бренд Нива. Полгода назад американцы продали свою долю в этом СП. Теперь и сам автомобиль, и специально построенный для Шнивы завод, отошли АвтоВАЗу. И вот первые фотографии Нивы с логотипом не Шевроле, а Лады. Технический внедорожник не изменился и оснащен знакомым атмосферным мотором, пятиступенчатой механикой и полным приводом. Цены машин под маркой Лада пока не объявлены. Форд, наконец, выкатил главную новинку этого года – классический внедорожник Бронко. Другого такого долгостроя современный автопром, пожалуй, не припомнит. Ведь концепт машины показали аж шесть лет назад. Технически Бронко вырос из пикапа Рейнджер. У него рамная конструкция, неразрезной мост сзади, но независимая подвеска спереди. Дорожный просвет больше 20 сантиметров. Притом фирменный лифт-комплект задуман изначально. Так, прямо на заводе могут быть установлены грязевые шины внешним диаметром 35 дюймов, к которым прилагается доработанная подвеска. В итоге дорожный просвет возрастет до 30 сантиметров. Вопреки американским многолитровым традициям под капот Бронко Ford поставит один из двух турбомоторов на 4 или 6 цилиндров. С младшим движком состыкована аж 7-ступенчатая механика. Хотя вместо частокола передач реально заказать 10-ти диапазонный автомат. Такая же коробка для V-образной шестерки – единственный вариант. Еще новый вездеход предлагает два варианта полноприводной трансмиссии, которые различаются передаточным числом понижайки. А вот блокировки межколесных дифференциалов – опция. Сомнительно, что американские владельцы захотят выезжать на тяжелое бездорожье. Но интерьерщики все равно получили задание сделать салон моющимся. Поэтому воды не боятся ни обивка сидений, ни кнопки управления. А в полу есть дренажное отверстие. Также искателям приключений наверняка придется по душе трансформация кузова. Перед выездом на бездорожье с машины можно снять безрамочные двери. Более того, экипажу не придется придумывать, куда их деть. В багажнике предусмотрены специальные крепления. И да, если канонический «Бронко» был строго трехдверным, то новый вдобавок имеет пятидверный вариант. Такая машина оснащается мягким верхом со съемными секциями. У трехдверки быстросъемный трехсекционный жесткий верх. Чтобы заказать автомобиль из приветственной серии в First Edition, достаточно было внести 100-долларовый депозит, и менее чем за сутки весь тираж в 3,5 тысячи экземпляров был зарезервирован. Реальные отгрузки машин стартуют только весной следующего года, а стартовый ценник около 30 тысяч долларов. И это ожидание в радость. Выпуск предыдущего «Бронко» завершился четверть века назад. Учитывая, как ловко фордовские дизайнеры обыграли ностальгические ретромотивы, за внедорожником наверняка выстроится очередь на зависть джипу «Рэнглер». А параллельно настоящему внедорожнику «Бронко» фордовцы вывели пятидверный кроссовер «Бронко Спорт». И это совсем другой автомобиль. У него несущий кузов, а платформа от паркетника «Уга». Впрочем, вне дорог «Бронко Спорт» не будет совсем уж беспомощным. Маленькие свесы, укороченная база и внушительный клиренс. Вполне достаточный набор для приключений на грунте, песке или камнях. При этом «Форд» принципиально не предлагает передний привод. Хотя трансмиссия 4х4 типично кроссоверная, с муфтой для подключения задней оси. О колесах стоит поговорить отдельно. В качестве опции доступны катки на 29 дюймов, которых достаточно для легкого бездорожья. Моторы только турбированные, объемом 1,5 и 2 литра, которые сочетаются с 8-ступенчатым автоматом. А вот городить понижающую передачу, несмотря на приключенческий характер модели, инженеры не стали. Это сложно и дорого. «Форд» уже начал принимать заказы, при том дилеры получат «Спорт» раньше, чем настоящий «Бронко». Начало поставок заложено на конец этого года. Стартовый ценник, приятный для американца, 28 тысяч долларов. Чтобы публика отдавала свои деньги охотнее, «Фордовцы» придумали массу вариантов для персонализации. И вообще, дорогие комплектации выглядят привлекательнее базовых, так как очень удобны для дальних путешествий. Например, у топовых версий множество отделений для мелочевки, включая карманы на спинках кресел и отсеки под сидениями. Но есть одно «но». Если внедорожник «Бронко» предлагает мыть салон прямо из шланга, то кроссовер «Бронко Спорт» не готов принимать такие водные процедуры. Напоследок отметим, что «Форд» старательно культивирует «Бронко» как новый бренд. Голубой овал присутствует только на крышке багажника, а вот во всех остальных местах размещены крупные надписи «Бронко» и логотипы сбрыкнувшего скакуна. Марка BMW разродилась электрическим кроссовером iX3, и здесь уместно воскликнуть «наконец», так как предсерийный вариант машины показали больше двух лет назад. За это время соперники из Ауди, Мерседеса и Ягуара успели разработать чистые электрические платформы, а баварцам пришлось перекраивать кузов обычного кроссовера iX3. Из-за этого электроверсия имеет строго задний привод. Собирать машину будут в Китае, но в Германии она стоит плюс-минус столько же, сколько чистокровные европейские конкуренты. Впрочем, в плане характеристик, электрический iX3 не разочарует. Мотор выдает достаточные 286 сил, а батареи хватает на приличные 460 км пробега. Опять же, благодаря унифицированному кузову, кроссовер на батарейках почти не отличается от обычного. Впрочем, iX3 нужен марке BMW как полумера, чтобы застолбить факт освоения сегмента. Затем настанет черед полностью оригинальных моделей на электротяге. Этой зимой баварцы подтвердили паркетник i-Next и седан i4, доводка которых идет полным ходом. Nissan был пионером электромобильного движения. Его лифт уже перешел во второе поколение, а общий тираж батарейных хэтчбеков перевалил за полмиллиона. Однако выход второй модели затянулся. Теперь японская марка наконец показала миру серийный паркетник Aria, на электротяге. Притом показала, пожалуй, самое правильное слово. Ведь продажи машины на избранных рынках, включая Европу и Японию, стартуют только через год. А остальным придется ждать еще дольше. Похоже, ниссановцам не терпелось предъявить свежую дизайн-философию в невременной японский футуризм. По замыслу, новая стилистика должна долго оставаться актуальной. И это хорошо для нас, россиян, которым Aria тоже обещана, но не сказано когда. В ожидании есть смысл внимательно изучить характеристики. Тем более, что кроссовер стал первой моделью на новой платформе, предназначенной для целой гаммы электромашин. У этой архитектуры независимая задняя подвеска, поэтому Aria может быть не только передней, но и полноприводной. Дальность хода, в зависимости от версии, составляет от 340 до 500 километров. Тем, кто теоретически готов оценить плюсы и минусы электромобильности на себе, приведем одно полезное сравнение. По габаритам Aria чуть меньше нынешнего X-Trail. Зато электричка предложит управление одной педалью. То есть при отпускании акселератора машина замедляется без касания педали тормоза. И, конечно, такой Nissan положит на лопатки большинство бензиновых и дизельных соперников, так как самая медленная Aria уверенно выезжает из 8 секунд при разгоне до сотни. Похоже, что наступление электрической эры и мода на светящиеся логотипы сподвигли автопроизводителей перерисовывать фирменные эмблемы. Вслед за Volkswagen и Audi поддался и Nissan. Свежий значок как раз примерил батарейный кроссовер Aria. Пресс-релиз сообщает, что старший вице-президент по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса поручил дело подчиненным еще три года назад. За это время отсеяли массу вариантов и в итоге обновили логотип 20-летней давности, который сделался тоньше, легче и гибче. В ближайшие недели на актуальную графику начнут переходить социальные сети, дилерские центры и далее по списку. Кроссоверы Cherry Tiga 3 и Tiga 5 только что покинули российский рынок. Как изящно выразился пресс-офис китайской марки, уступили дорогу молодым. Одним из этих молодых с прошлого года является паркетник Tiga 7. Вот только и он скоро пересядет на скамейку запасных. Ведь уже этим летом мы увидим кроссовер следующего поколения. Его решили назвать по-китайски вычурно – Tiga 7 Pro. На родине эта модель дебютировала в прошлом году, и российский офис сейчас занят сертификацией новинки. На нашем рынке Tiga 7 Pro получит адаптированный к 92-му бензину полуторалитровый бензиновый турбомотор, вариатор марки Bosch и только передний привод. При разгоне до сотни кроссовер готов выезжать из 10 секунд. К слову, обычный Tiga 7 дистрибьюторы Cherry убирать не хотят, так что двум поколениям предстоит продаваться параллельно.